Субтитры делал DimaTorzok Соколов, выход которого к рингу вы наблюдаете в данный момент, должен был биться против своего, одного из своих, да и наверное главного своего противника, действующего чемпиона Алекса Андерсона. Несмотря на то, что Алекс чемпион, а Егор не претендент, их противостояние разгорается все с большей силой и на это шоу генеральный менеджер Промужно назначил командный матч. Каждый из рестлеров мог выбрать напарника для себя, для участия в этом матче. Егор Соколов избрал своим напарником Руслана Ангелова Акелу. Он появляется в зале, очень непонятный, очень противоречивый союз, осознать все причины возникновения которого достаточно сложно. Но тремя неделями ранее на шоу NSW4 Егор пришел Руслану на помощь, когда тот оказался один сразу против двоих противников, причем не на ринге, а за рингом, когда его двое забивали. Иван Морн, Евгений Медведев, Егор появился, напал на культ света и вырубил Евгения ожогом. Возможно, это тогда позволило Руслану одержать победу. И, как честно, как справедливый человек, он так и сказал, что у него есть должок перед Егором, который он намерен отдать. И, несмотря ни на что, несмотря на свои противоречия и разногласия с Соколовым, принимает его предложение, соглашается стать его напарником. А вот на ринге с чемпионом. Алекс Андерсон выиграл чемпионство на первой битве на мире, он первый чемпион на Northern Storm. Он одолел трех противников, среди которых, кстати, и был Егор Соколов, но титул был выигран в матче с лестницей. То есть формально удержания не было. И сейчас к ринге выходит Константин Иванов для того, чтобы узнать, кто же будет четвертым участником матча. Константин говорит, что никто не знает напарника Алекса, Алекса держал все третие, чтобы Егор не напал. Вот это да, вот это да отличный выбор, отличный выбор от Алекса. В свои напарники он призвал Рони Климсона, одного из самых ярких, самых зрелищных, самых опытных рестлеров Независимой Федерации Рестлинга. Рони повыступал не только в России, в его активе действует в другие страны, где он успешно демонстрировал мощь, силу и класс российского рестлинга. И сегодня он является участником мейн-ивента. Он не был заявлен к матчу, он не был заявлен на шоу. И тем вдвойне приятно видеть в качестве сюрприза, который приготовила промоушно, может быть и персонально Алекс Клинсона на этом шоу. Зал устроил Рони овацию, потому что действительно, приезд исполнитель такого уровня, мало того, что всегда приятен и интересен. А если он еще и в виде сюрприза, то это вообще замечательно. Рефери забирает чемпионский пояс у Алекса, передает ее техническому персоналу и матч должен начаться прямо сейчас. Рестлеры пытаются захватить инициативу прямо в самом начале матча, для того, чтобы возможно попытаться сократить его продолжительность максимально. И демонстрирует, что обладают навыками борьбы, обладают хорошим арсеналом захватов и умением из них выбираться. Залом, слом руки о плечо Алекс демонстрирует и Егор тут же передает тег Акеле. Акеле, у Акела уже было противостояние 1-1 с Алексом, они встречались летом в рамках турнира. Это триумф, даже не в рамках турнира, а в рамках той серии шоу, которая проходила на Старконе. Вот, и тогда Алекс, ну не скажу, что без труда, но тем не менее, одолел Руслана. Посмотрим, что он сможет показать сегодня. Он пробует тут же сворачивание на первые же секунды противостояния вот этого локального, но Алекс вырывается и проводит сразу же тут же свое. Все, матч переходит в портер, но достаточно быстро отсюда выбирается. Рестлеры показывают, что ни в чем друг другу не уступают. В принципе, конечно, для Алекса это может стать тревожным звоночком, поскольку, несмотря на то, что промоушен новый, все рестлеры очень молодые, но при этом все-таки Алекс выступает примерно на полгода дольше и является действующим чемпионом. В то время как Руслан лишь в июне вышел на ринг для своего первого матча. Безусловно, было Battle Royale еще и весной, но полноценный матч, полноценный дебют состоялся лишь в июне. Алекс уклоняется от удара ногой и переводит удар рукой в еще один кнут. Пока действительно вот ни одного удачного удара, ни одной удачной атаки мы толком не видели. И вот даже первая попытка броска ступлекса тоже не венчалась успехом, а первый точный удар оказался обоюдным. Акела и Алекс вырубают друг друга ногами и еще раз проводят, и еще раз попадают. Они смогли передать другим теги своим напарникам, и вот у нас такое противостояние. Егор против Ронни. Ростлер усходится, и Егор сразу же показывает, что не намерен терпеть какое-то неуважительное отношение от новичка и дебютанта. А по сравнению с Кримсом, наверное, любой ростлер НСДАВ является откровенным дебютантом. И снова мы наблюдаем вот этот очень продолжительный, затяжной процесс захвата инициативы. Блок плечом повергает Егора на маты. И небольшое перерубивание, без которых Егор Соколов не Егор Соколов в принципе. Еще серия атак, серия кнутов, серия уклонения от ударов. И в очередной раз, в очередной раз, Ронни в этом локальном противостоянии удерживает вверх, провояя несколько бросков через бедро. И завершает все заломом руки, вот с таким супором ногой в голову. И обратите внимание, вот что значит опыт. Захват проведен в своем углу. Для того, чтобы передать тег, Егору нужно не только вырваться, но и подняться на ноги. Но парень шустрый, смог это сделать. Вот, и прононосит несколько ударов в углу руками и ногами. Что по правилам запрещено, рефери отгоняет Егора от противника. Который в принципе сразу же возвращается. Вот, продолжает еще свои атаки, свои попытки. Во многом даже, знаете, не столько нанести вот этот удар, сколько показать, что он многого стоит на фоне опытного рестлера, который прибыл в Санкт-Петербург из другого города, из другой компании. Кстати, забавный факт. Все четыре рестлера, которые сейчас на ринге, представляют четыре разных города. Ну вот, а Егору дается еще одна удачная атака. Он сбрасывает Рони с канатов. Руслан готов в углу получить тег, но Егор пробует удержание. Но там даже до двух дел не доходит. Рановато, рановато еще откровенно пытаться удерживать на данной стадии матч. Значит, только если какая-то вдруг ошибку Ронни может допустить. А Ронни Кримсон и ошибки это вещи, которые происходят достаточно редко. Очень красивый, очень красивый макбрекер, вращающий. Егор показывает, что достаточно креативно подошел к своему матчу. И вот он, наконец-то, выпускает на ринг и Акелу. И призывает на них кульдар. В принципе, я, конечно, не осуждаю, не буду осуждать, Точнее, не буду осуждать, не оправдывать действия Егора. Но, в принципе, наверное, командный прием можно бы нанести. В этом вся суть, в принципе, командного рестфера. Я готов понять вот эту вот ярость Соколова, когда он передал тег Руслану. А тот выжидал, чтобы остаться один-один для того, чтобы начать свои удары. Вот, и тоже тег передан обратно. Егор и Руслан разгоняют Ронни и сбивают того мощными блоками плечом и добивают дропом и локтем одновременным. Рефер немножечко медлит с удержанием. Не скажу, что там прям откровенные были 3 секунды, 3 удара, но, тем не менее, следует, конечно, быть повнимательнее, особенно если речь идет о таком опытном и таком серьезном рестфере, как Ронни Кримсон, для которого каждая доля секунды может сыграть очень большую и очень важную роль. Кримсон проходит за спину Егора, наносит ему удар, очень хороший удар, такой, знаете, в шею, локтем, и тут же добавляет очень красивый, очень красивый вертикальный суплекс вот это вот сбить с толку, сбить противника с настроя и воспользоваться слабостью, тут же провести бросок. Тем не менее, Егор Первым поднялся с матов и помешал Ронни передать тег. Кнут в канаты, даже не в канаты, а в угол, Руслан добивает ногой в затылок, еще несколько удачных атак в угол, все это, конечно, судья должен прерывать, еще один очень красивый, это такой камчаточный экспресс, я бы назвал, удар коленями с разбега в грудь в угол, удержание тоже не увенчалось успехом, несмотря на то, что сейчас Ронни пережил, перенес несколько очень мощных, очень агрессивных командных атак сразу за стороны двух человек, а зрели поддерживают Ронни, и, кстати, обратите внимание, Руслан это откровенно раздражает, он атакует Ронни из-за канатов, из-за ринга проводит несколько ударов и готовит его для прыжка Егора через канаты, такой двойной футстолм в спину, вот, и закатывает Ронни обратно на ринг, Акела демонстрирует свои злобные нотки, Егор пробует еще одно удержание, но, нет, но неудачно, неудачно, снова тег передан, на ринге снова Акела, Егор проводит бросок, и это позволяет Руслану провести печать Метеора, с разбега и снова рефери, посмотрите, какую огромнейшую паузу перед началом удержания берет, вот, и это во многом, и это позволяет Ронни снова вырваться, я, безусловно, ни на что не намекаю, но, конечно, такие действия, в особенности в матчах дебютанта, практически против такого опытного рестфера, ну, не то, что допустимо, он является определенной помощью, вот, а у нас Ронни проводит бомбу, Акеля, который, чтобы избежать удержания, тут же укатывается, Егор пытается напасть на Ронни, но получает тут же мощный немецкий суплекс, Ронни показывает, что готов контратаковать практически из любого положения, он добирается до своего угла и передает тег Алексу, а в данной ситуации, конечно, да, вот я только хотел сказать, что у Руслана сейчас, у Алекса преимущество перед Русланом, потому что тот побит в данной ситуации, но Алекс не стал его, уже называется, добивать, он просит на Ронни подняться Егора, этот, в принципе, тоже только что получил немецкий суплекс, поэтому немножечко бесил, Егор просит жестами небольшой тайм-аут, чтобы очередная какая-то миниатюра, вот, рестлеры начинают обмен ударом, и в центре гинга, напомню, в начале шоу состоялась очень у них жесткая такая потасовка, начавшись после того, как Егор атаковал и нокаутировал напарника и друга Алекса Ди Гранди, собственно говоря, именно после этого возникла актуальна, стал актуальным вопрос поиска напарника для Алекса, вот, а вот этот обмен ударами, в принципе, вот я хотел сказать, выигрывает Алекс, но Егор тут же удачно контратакует ударом коленом, вот, и двойной клоузлайн обоих рестлеров приводит в горизонтальное положение, рефер начинает обоидный отчет, мы видим, что и Ронни в своем углу лежит, и Акела в своем углу не видно, вот он, тоже явно не многок, тоже не прочь передохнуть, вот Кримсон ток-ток поднимается, Егор с Алексом встают одновременно, все-таки действительно, Егор держится один на один с Алексом очень ровно, несмотря ни на какие попытки чемпиона захватить инициативу и проводит мощнейшие удары ногами, даже несмотря на то, что в этом матче, по сути, для них не решается ничего, это очередное лишь противостояние в их долгом, в их долгой вражде, очень простое удержание, после очень простой атаки, Алекс вырывается, даже можно сказать, естественно, а Егор фиксирует очень, так, знаете, вариацию Camel Clutch'а, очень тоже простую, незатейливую, вот, но достаточно эффективную, хотел сказать, но нет, Алекс очень легко поднимается, отбивается ударами и локтем в живот, и пытается пролезать удар с разбега, но получает лишь дропкик, еще немножечко издевательских действий от Егора, который безусловно, которым безусловно, доставляет определенное удовольствие, вот так вот, доминировать в матче с действующим чемпионом, вот, благо, опять же, повторю, что он не был удержан в их противостоянии на обитвенном мире, когда Алекс выиграл, чемпионский титул, а Алекс, контратакует, забрасывает Егора на третий канат, где проводит несколько ударов, и, 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 право, пытается провести суплик с третьего каната, который может поставить точку в этом затянувшемся поединке, но нет, 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 он получает лишь гуртбастер, который Егор проводит прямо оттуда же с третьих канатов, сбрасывает этим гуртбастером с канатов Алекса вниз, и этим выцарапывает для себя несколько секунд передышки, но что-то не хватает, он подскользнулся или, не знаю, зацепился ногой, и попадает в фирменный болевой, в фирменный болевой Алекса, и, в принципе, что сказать, можно предположить, что на этом будет матч закончен, нет, нет, Акела спасает этот матч, потому что вряд ли бы, наверное, в таком состоянии Егор выбрался из-за болевого, но вмешательство Акелы позволило ему продолжить этот матч. Тут же Ронни поднимает все на ринг, тут же у него разворачивается небольшое противостояние с Акелой, которое он на локальном уровне завершает Кураканраной, выбрасывая Руслана с ринга, и добивая очень красиво Симмерсоук, Симмерсоук с Сентровым, блин, Симмерсоук по ланче, Симмерсоук с Симмерсоук, Симмерсоук с Симмерсоук, разбежавшись, прыгнув через третий канат прямо в зрительный зал, где Руслану, наверное, нужно некоторое время полежать, чтобы прийти в себя. А на ринге снова, снова все те же лица начинают обмениваться ударами, не щадя друг друга, не щадя себя. Алекс снова пытается провести суплекс, и на этот раз ему удается провести вертикальный суплекс. Назвал бы его снэп-суплексом, но он был очень долгим, затяжным, а удержание снова, снова до трех не доведено. Егор проводит несколько ударов, поднимает Алекса на плечи, нож пожарника передает ТЭК Руслану, и у нас одновременно... Ой-ой-ой, какой красивый одновременный командный прием, который наверняка может стоить Алексу победы. Почему не удерживать? Почему сразу не удерживать? Сразу видно недосадок опыта Русланы. Руслана, он позволяет слишком много времени Алексу переходить в себя, за это время еще иронию успевает решить, выскочить на ринг для того, чтобы прервать матч. Очень вот это вот бросается в глаза, конечно, разница в опыте и отсутствие оппортинистического настроя у Руслана, которому словно бы нравится. Просто сам процесс рестлинга не интересует в какой-то мере его результат. Ой-ой-ой, какой красивый суплекс одновременно. И тут же еще один бэкдроп суплекс. Буквально бросая на голову чемпиона, но нет, и этого не хватает для удержания. Алекс сохраняет этот матч. Руслан не понимает, что происходит. Видимо, действительно, увлекшись, занимаясь противостоянием с культом света, он немножечко расслабился и отвык от серьезных противников, от топовых противников, от того, что для того, чтобы победить чемпиона, нужно намного больше усилий приложить. И Алекс тут же поднимается, воспользуясь вот этой самой передышкой, которую ему Руслан предоставил. Поднимает его в электрический стул, нос бросает перед собой. Руслан удается призывиться на ноги, ну, елки-палки. Вот это мощнейшая обратная хураканрана. Тут же, тут же, нэкбрейкер на колено, а фирменный Алексовский удержание. Нет, Егор спасает матч. Теперь Егор уже спасает напарника от удержания после серии каких-то совершенно самоуничтожительных приемов Алекса. Вот, а Ронни забирается на третий канат и вырубает обоих противников дроп-киком. Еще одно удержание. Ронни пробует удержание на Акеле. Нет, неудачно. Ронни с Русланом в углу. Уже Руслан еле дышит. У Ронни в этом плане будет сейчас очень сильное серьезное преимущество, потому что он еще и передохнувший. Но нет, видно, что даже в уставшем состоянии Руслан держится в этом матче, но пропускает красивый удар локтем с разворота от Кринсона. Еще раз пытает ударить локтем с разворота. Еще один удар рукой. Руслан уклоняется от обоих попыток и проводит очень красивое торнадо. ДДТ тут же поднимает руку Ронни и проводит суплекс. И тут же двойной футском серия совершенно мощнейших приемов. Немножечко нечеткое удержание. Нет, нет, нет. Руслан не верит, что это не было трех ударов. Остается только удивиться и поразиться вместе с ним, что Ронни смог вырваться, что Ронни не позволил рефери досчитать до трех. Зрители поддерживают Руслана, поддерживают своего рестера, рестера Нурринстоу, несмотря на то, что Кринсон в данной ситуации поддерживает чемпиона, а Акелла на стороне Филла. В данной ситуации, видимо, реверсия идет о том, что это свой, а тот чужой. Акелла мажет, мажет прыжком с третьего каната. Акелла промахнулся, но успевает передать тег Егору, который будет пытаться добить Ронни прямо сейчас. И удар достается. Рефери, рефери попадает под замес. Ронни проводит удар локтем, а я даже икотелся с ринга. Попытка удержания от Ронни отчет даже не начинается. Егор лежит, держится за свои зубы. Рефери что-то совсем потерялся. Егор поднимается за спиной у Ронни и вырубает его. Прием, который убил ни одного, ни двух, ни трех, ни четырех рестеров, естественно, в карьерном, сюжетном, в матчевом плане сейчас не принес ничего, потому что рефери нету. Кримсон лежит замертво и Ронни! Ронни и Егор получают суперкик от Алекса. Ронни оказывается в позиции для удержания. Алекса накрывает Егора рукой Кримсона и за третьим ударом не дает досчитать от тела оттаскивающий рефери с ринга и пижалик. Думаю, что вы расплакиваете за это Сакелы, проведен упрыжок, проведя планчу с разбега. Егор и Кримсон на ринге. Они с трудом поднимаются. Рефери немножечко приходит к себе потихоньку, но сложно прийти к себе после такой серии пропущенных ударов и вообще-то всего, что он увидел и пережил за этот матч, за это шоу. Егор и Ронни начинают обмен ударами в центре ринга. Не щадят совершенно противника. Уже даже ноги не держат, уже отбрасывает на канаты, но тем не менее рестлеры остаются на ногах, наносят удары. Егор уклоняется от удара локтем с разворота, проводит удар ногой из прыжка, и все-таки нет, все-таки получает удар локтем, после которого падает. Еще одна попытка удержания. Два, три. Нет, нет, нет. Я поднялся на ринг, считал медленно, но Егор успел вовремя все рассчитать и вырваться из удержания. Ронни пытается провести свой бросок, но нет, и он противостоит еще, блокирует еще один ножок, снова бьет локтем с разворота. Все, ребят! И наконец-то добивает Егора. Снова слишком долго, слишком долгая пауза, но здесь лишь для того, чтобы подготовить противника для своего удара. Еще один удар локтем в затылок. Просто череда совершенно смертедистых ударов. Удержание. Раз, два, три. И это все. Более опытные участники одержали победу. Чемпион и неоднократный чемпион по всем разным версиям НФР. Ронни Кринсом и Александрсом победили своих сегодняшних противников, у которых и опыта поменьше. И в принципе опыт выступлений, не только опыт побед и титульных и обычных, но и в принципе в Рестнине они выступают не так давно. Но не стоит, конечно, обманываться. Бой был равным практически на протяжении всех. Я даже затрудняюсь сказать, наверное, минут 15 он шел как минимум, а то и больше. Это был Нодерпстон Гресселин, это был Алексей Красильников с микрофоном, услышимся. Спасибо.